Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 мая, и я хочу поговорить о пятнах на листьях томата. Вот на листу томатном, когда появляются пятна, всех это тревожит огородников. Некоторые даже не могут понять, почему мне в прошлом, в позапрошлом году тоже приходили вопросы. Особенно те, которые приезжают только на выходные. Знаете, какие случаются ситуации? Высадили томаты, все, уехали, все нормально. Они были вот такие зелененькие, хорошенькие. Через неделю приехали, пятна. Люди думают, ну все, на нас напали вредители. И когда спрашивают, а чего могут быть пятна, я у людей спрашиваю, а случайно у вас града в том районе не было? Они говорят, да, да, нам говорили, был град. Так вот, одна из причин появления пятен на листьях томатов может быть и град. Вот вчера у нас был град. До града вот эти листья были целые, я точно знаю, потому что я их только что высадила. Они были вот такие вот все зеленые. И вот те листья, где град посек, пооббивал их, они сразу, ну а потом было солнышко у нас вчера, все. И вот эти вот побитые места, вот их прям видно, они как изрешеченные, они моментально сделались вот такими вот. Так что если был град, ну конечно, ничего страшного, они листья новые потом нарастут. Конечно, это и стресс для растения, все, но это не смертельно. Такие листики, это не какие-то тут вредители сидят, это одномоментно они получили. Вчера все сразу, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то вообще листья, ну как поотсекало. И дело в том, что они стали вот такие, видите, как все их, ну побило градом. Хорошо, что стволики еще целые остались, но это не так страшно, как вредители. Листья новые нарастут, конечно, это стресс, буду делать потом, я уже говорила, подкормки какие-то поддерживающие. Вот которые мелкие были листья, они остались мимо их, ну как мимо их, наверное, полетело, а вот большие, которые лопушистые, вот так вот висели, все их побило. Ну вот это у нас капризы природы, природа такая не может нынче успокоиться никак, то град, то снег. Ну мы это, надеюсь, переживем, листики отрастут новые. А это видео снимаю, потому что некоторые начинающие действительно, они даже предположить не могут, что после града могут быть вот такие пятна остаться, и они действительно очень напоминают, как будто их кто-то поел, погрыз, как будто гусеница какая-то или еще что-то. У нас вот сейчас такой холод, что еще никаких вредителей на улице нет. Это град. Все, до свидания.